Всем привет! Вы на канале Будь Можиком. Только что я менял газовую плиту Гретта на новую газовую плиту Грюнхельм. Я хочу вам сказать пару слов уже и про Гретту, раз такое дело, раз уже мы ее сняли и меняем. Ну и, конечно же, хочу вам сказать свое мнение и показать вам плиту Грюнхельм. Я думаю, вы такую плиту еще не слышали. В принципе, этот производитель только сейчас заходит на рынок. Кто не в курсе, я газовщик, занимаюсь ремонтами по газу в Одессе. Я ремонтирую газовые плиты, колонки и котлы. Если вам нужны мои услуги, то звоните мне по номеру телефона, который указан в моем инстаграме. Ссылка на инстаграм будет в описании. И сегодня, как газовщик, хочу вам рассказать, что я думаю про плиту Грета и что я думаю про плиту Грюнхельм. Значит, что было с плитой Греттом? Там заклинило несколько кранов. То есть, регулярно что-то разливалось у людей, в краны попадала жидкость и эти краны заклинили. То есть, плиту надо было разбирать, разрабатывать эти краны, отмачивать там, в чем-то отмывать. В общем, ну, я думаю, если вы газовщики, то вы в курсе. Если вы люди, то я вам обычный, если мы сейчас обыватели, то, грубо говоря, с этой плитой надо очень много работы провести. Для того, чтобы это сделать, надо разобрать плиту. Чтобы разобрать, надо выкрутить целую кучу болтов. Все болты на плите Греттом жестко заржавели. Как только я попытался с ними работать, я понял, что все эти болты, скорее всего, обломаются. Мне надо будет их полностью все пересверливать. Это как бы огромный объем работы. Плюс менять все эти болты на какие-то новые. То есть, аналоги, либо саморезы. В общем, работы там будет очень много. Ремонт будет недешевый. Мои клиенты подумали над этим всем и решили, лучше мы купим новую плиту. А эту старую плиту будем выбрасывать или продавать. Но, в общем, это уже ихнее дело. Потому что в нем работа там серьезная. Значит, по поводу плиты Греттом. Там, в принципе, все достаточно просто сделано. Как вы понимаете, раз ее выбрасывают, значит, болты там уже пришли в негодность. Краны там клинят. Резиночек там нету. В общем-то, по сути, Грета это один из самых хреновых производителей, которые сейчас есть. И я, в принципе, никому ее не могу рекомендовать. Однако, когда я увидел плиту Грюнхельм, у меня появились по на эту тему новые мысли. В общем, сейчас я буду для вас производить сравнение плиты Грюнхельм и сравнение плиты Грета. Сейчас вы видите перед собой снятую плиту Грета. Ну и заодно тоже один из их хозяев сидит на плите прямо у вас перед экраном. Посмотрите здесь на уплотнитель, который на этой старой плите Грета идет. Обратите обязательно на него внимание. Посмотрите, что он широкий. Посмотрите, что краешек у этой плиты не совсем прямо плоский, но все-таки какая-то плоскость у него есть. То есть, это не острый металл все-таки, а загнутый край. В данном случае это очень важно, потому что показываю вам, что же происходит дальше. Теперь я показываю вам уплотнитель, который шел в комплекте вместе с плитой Грюнхельм. То есть, сравните вот этот уплотнитель и сравните тот, который Грета. Этот уплотнитель, насколько вы видите, он такой типа P-образный, и он одевается сразу же на край газовой плиты. И как вы думаете, качественно это или нет? Я считаю, что нет. Этот P-образный уплотнитель одевается на острый режущий край плиты. То есть я его постепенно туда начинаю наталкивать, ну и в общем я вам сейчас как раз показываю, как это все начинает выглядеть. То есть я его начинаю туда потихоньку-потихоньку одевать, ну и в процессе, пока я эту плиту ставил, у меня периодически этот P-образный краешек слетал, я не знаю сколько раз. Раз в пять, но это точно, он у меня соскальзывал, пока я выставлял эту плиту. Потому что держится он весьма ненадежно. То есть, во-первых, он ненадежно держится, во-вторых, как вы понимаете, у плиты настолько острый край, что я об эти краях в плитах, кстати, очень часто режу пальцы. Я потом прихожу домой к жене, и она говорит, что ты там делал на заявке? Я говорю, ремонтировал. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая и совсем не пахнет. Вот, так представьте, что этот острый край сделает потом с этой резинкой. Пока не хочу сейчас давать никакие сроки, сколько эта резинка проживет, однако, я думаю, что рано или поздно просто этот край от этой резинки просто вот отрежет кусок. И, скорее всего, он потом где-то сметется вместе со всем мусором с этой плиты. Скорее всего, резинки там уже не будет никакой. И все будет у себя благополучно затекать под эту плиту, так что качество резинки, ну, совсем никакующее. Ну, переходим дальше. Вот я переворачиваю плиту, и вы видите, здесь идет вроде как прокладка. Однако, на самом деле, это нифига не прокладка, это, я так понимаю, скорее всего, на заводе плиту где-то подключали к газу и проверяли, работает она или нет. Но, с одной стороны, это хорошо, ребята, зачет, проверили, работает плита, не работает, молодцы. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Но, обратите внимание, что это не просто прокладка, это остатки прокладки, которая там была. То есть, старую прокладку, видно, ставили несколько раз на разные плиты, и в этом случае эта прокладка отвалилась, отслоилась. И производитель даже не задумался о том, что этот краешек желательно было бы срезать, чтобы у плиты хотя бы вид какой-то товарный был. И вот эти вот остатки прокладки мы здесь наблюдаем. Но, как вы понимаете, перед подключением я, естественно, это дело все срезал, зачистил, поставил нормальную прокладку. Ну, а эти ошметки пришлось выбрасывать, как вы понимаете. Но это тоже несерьезно, я считаю. Далее, переходим к моей излюбленной теме. Это болтики. Смотрите, какие болтики находятся под комфоркой. Болтики маленькие, шляпки слабенькие, так что, скорее всего, что... Я не знаю, конечно, из какого материала с нагрюнхелями именно их изготавливают, но зачастую на таких плитах, где болтики маленькие, они служат недолго. Скорее всего, если этот болтик зажавеет, то потом он уже не выкрутится, а просто обломается. Возможно, его придется высверливать. Пока что в ремонте именно мне эти плиты не попадались, потому что, как я уже говорил ранее, эти плиты только зашли на рынок. Вот. Поэтому, четко вам, конечно, не могу сказать свое мнение, но вот чисто по виду болтика, мне кажется, что он прослужит недолго. Теперь, пожалуйста, обратите внимание на ручки газовой плиты. Вроде бы ручки как ручки, однако, насколько вы видите, как только мы снимаем ручки, там нет никакой резинки. Я много раз во всех своих роликах говорил о том, что резинка в газовой плите обязательно должна быть высокая под ручкой. Почему это важно? Потому что, как бы вы не были аккуратны, то есть, насколько бы вы не следили за вашей газовой плитой, все равно у вас что-нибудь убежит. У вас кофе убежит, молоко убежит, да что угодно. Суп, отвлеклись, позвонили там. В интернете, я не знаю, приколы какие-то смотрите, канал будет мужиком, отвлеклись, например. И у вас сразу что-нибудь убежало и залилась жидкость прямо туда. А если в это место попадает, которое я вам сейчас показываю, влага, то эта влага сразу же попадает на микровыключатель. И у вас плита начинает безостановочно выбивать искру. И вот вы себе готовили, готовили, и тут начинается тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. И причем оно не прекращается, а работает постоянно. Плюс, если вот в обычных газовых плитах, ну во многих квартирах это хотя бы можно просто как-то отключить, например. Например, грубо говоря, вы просто вилку высовываете с розетки и все, у вас как бы щелкание прекращается. Вы вызываете газовщика там, например, меня. Я приезжаю, начинаю вам это все ремонтировать. Вот, в лучшем случае, как вот, например, на этом адресе было, никакой вилки нет. Идет электродуховка, идет газовая плита, все скручивается в один провод. Плита с духовкой, плюс это все с проводом, который со стены торчит. Все это скручивается, электричество не отключается, вот, чисто вот на вот этом вот выводе, к которому мы все это дело прикручивали. Отключается только на всю кухню, на всю кухню. То есть, если я не могу к вам приехать сегодня, то вам надо будет ждать день, два, три, когда, допустим, время будет там у меня или какого-то другого газовщика, кого вы вызовете. И прикиньте, у вас нет электричества на кухне. Ну, блин, это реально, это жесть просто. Поэтому я считаю, что резинки обязательно должны стоять под ручками, потому что без резинок мы это не делаем. Пока я занимался ремонтом, я переподключал новую плиту, старую снимал, новую поставил. И, как вы понимаете, после любой установки газовой плиты, после работы с газовым оборудованием, после работы со шлангами, кранами, переподключениями, обязательно надо проверять на утечке газа. Здесь я проверил на утечку газа и нашел утечку на газовом кране. Ну, газовый кран я, конечно, людям перепаковал, поставил там и прокладку уже за одну новую. Ну, и сейчас, вы видите, конечно, там уже никакой утечки теперь нет. Так что, ребята, если нужны мои услуги, то обращайтесь. Если вам понравился такой формат ролика, ставьте лайки, пишите, понравилось, не понравилось, снимать ли вам еще. По крайней мере, про эту плиту я вам хотя бы уже рассказал. Может, в дальнейшем расскажу какой-нибудь еще. Так что, всем пока, до новых встреч!